Всем большой привет! Сегодня я готовлю вкусный рулет из лаваша. Такой рулет можно приготовить на завтрак или просто на перекус. Рулет получается очень нежный, с хрустящей корочкой, сочной начинкой. Самое главное, что такой рулет вы приготовите очень быстро. Готовится быстро, просто, получается очень вкусным. Список продуктов в описании под видео. Для начинки я буду использовать варёно-копчёную колбасу. Можно использовать ветчину или варёно-копчёное мясо. Колбасу я нарезаю не длинной, тонкой соломкой. Сыр натираю на крупной тёрке. Сыр подойдёт любой. Всего понадобится 200 грамм колбасы и 200 грамм сыра. Начинку я буду заворачивать в лаваш. Лаваш мне нужен тонкий, вот такой большой. Его я буду разрезать на две части. На одну половину лаваша я наношу 2 столовые ложки майонеза. Или по вкусу возьмите майонез. Равномерно распределяю. Майонез у меня домашний. Рецепт домашнего майонеза есть на моём канале. Я оставлю ссылку в описании под этим видео. Кладу вторую половину лаваша. Наношу также 2 столовые ложки майонеза. Разравниваю. Так как я лаваш накладываю друг на друга и пропитываю жирной основой, рулет получится слоёным. Сверху на лаваш выкладываю всю колбасу, равномерно распределяя её. Добавляю натертый сыр, также равномерно распределяя по всей поверхности. Немного сыра я оставлю, чтобы посыпать рулет сверху. Один небольшой помидор нарезаю тонкими кольцами. Выкладываю нарезанный помидор на краешек лаваша, так чтобы, когда я буду сворачивать рулет, помидор оказался в самом центре, в самой середине. Аккуратно сворачиваю рулет. Пока я подготавливаю рулет, духовку я разогреваю до 180 градусов. Рулет нарезаю на 6 равных кусочков. Форму, в которой я буду выпекать рулет, застилаю пергаментной бумагой. Выкладываю подготовленные нарезанные рулетики. Форма, конечно же, подойдёт любая. Круглая, прямоугольная, квадратная. Разбиваю одно яйцо, перемешиваю его и смазываю рулетики. Рулеты смазываю и сверху, и по бокам тоже. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. У рулетов появилась хрустящая корочка. Засыпаю рулеты сверху сыром и ставлю в духовку буквально ещё на 5-7 минут, для того, чтобы сыр расплавился. Рулеты готовы. Рулеты вкусные и в горячем, и в холодном виде. Рулеты получаются с хрустящей корочкой и с сочной начинкой. Это блюдо мне очень нравится, потому что готовится быстро, просто и получается очень вкусно. Попробуйте, приготовьте. Желаю вам приятного аппетита. Если вам понравился мой рецепт, моё видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok